На прошлом уроке мы провели грамматический разбор где мы сказали, что инна это частица подтверждения, частица усиления, ставит аль-маптада, то есть подлежащая в состоянии аль-насп, после чего оно уже называется как исму-инна, а также ставит хабр аль-маптадай, сказуемое подлежащее в состоянии арав, после чего оно уже называется хабр а инна, хабр частица инна. Джаханнам это у нас было исму-инна, а глагольное предложение, состоящее из недостаточного глагола кана, его исма, которое выражено скрытым местоимением хия, и его хабра, коим является словом мирсада, все это предложение мы сказали фимахаля рафин на месте подлежа арав, хабра инна, является хабром частицы инна. Прежде чем перейти к ирабу, к грамматическому разбору следующего аэта, напомним, что слово мирсадан у нас это хабр кана, хабр глагола кана, хабр кана мансу ван бига, это хабр кана, который поставлен этим глаголом в состоянии аль-насп. Дальше, поистине гиена является засадой для приступавших границей, местом возврат, то есть также является местом возврат. Мы остановились на слове лит-таагина, ли, ал-лам это харфу джарин, предлог родительного падежа, то есть это харф, который ставит одно имя в состоянии аль-джар, родительного падежи. Это имя, поставленное предлогом лам в состоянии аль-джар, признаком состояния аль-джар в этом имени является аль-я, буква я, но какая я, ведь я может быть признаком падежа аль-джар и в других местах, например, в имени двойственного числа, например, я сказал двум студентам, двум ученикам, также так называемых шести именах, аль-асмау-ль-хамс, аль-асмау-сидта, как еще его называют, аль-асмау-сидта, или аль-асмау-ль-хамс тоже. Например, я сказал Абу-Бакру, поэтому для того, чтобы указать различие между буквой я, которая является признаком падежа аль-джар, здесь в имени целой формы множественного числа мужского рода, и другим я, который является признаком аль-джар в других местах, мы здесь говорим признак падежа аль-джар, Здесь это Аль-Я, буква Я. Какая Я? Аль-Максур ма-Кабляха, предыдущая буква, которая огласована Касры. Аль-Мафтух ма-Ба'да, а следующая за ней буква огласована Фатхи. Таким образом, Я здесь в целой форме множественного числа мужского рода отличается от Я, являющейся признаком Аль-Джарв и имени двойственного числа, так как там дело обстоит прямо наоборот, как мы видим в словосочетании Аль-Туалибайни. Здесь предшествующая буква имеет Фатху, а следующая за ней имеет Касру. Значит, Аль-Таагына, Аль-Таагына, Аль-Таагына ма-Джруру миллями, ва-Аля му-Тиджархи аль-Я уль-Максур ма-Кабляха, аль-Мафтуха ма-Ба'даха. Но здесь следует отметить, что в слове Аль-Таагына Касра перед буквой Я будет условной, подразумеваемой, потому что буква, над которой она стоит, удалена согласно правилам науки Аль-Тасриф, морфологии. Об этом мы подробно поговорим в разделе Аль-Тасриф. Здесь же просто укажем, что Аль-Таагына изначально в основе была Аль-Таагына, в форме или скажем по модели Аль-Фа-Алина. Затем первую из двух букв Я, которая лежит напротив буквы Лам в этой модели, ее удалили. И значит осталась Аль-Таагына по форме, по модели Аль-Фа-Алина, без Лама, с удаленным Ламом. То есть третьей коренной буквой Я. Вот почему мы здесь говорим, что Каср, перечествующий буквы, подразумевается. Дальше, как мы знаем, Аль-Джару Валь-Маджруру, то есть харфу Джар и поставленное им состояние Аль-Джар имя, кое имя является Лам и слово Аль-Таагын. Аль-Джару Валь-Маджруру всегда должны быть связаны, то есть состоятся с чем-то в смысловой связке. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант это Аль-Джару Валь-Маджруру, то есть Аль-Таагына. Аль-Джар состоятся в смысловой связке со словом Мирсада. Таким образом, смысл будет поистине гиенна, является засадой для приступившей границы, то есть приготовленной для них. В этом случае Аль-Джар будет Мафуулем Бихи Гайру Сарих, непрямое дополнение, как бы косвенное дополнение, так же, как в примере Аммайта Саулюна, где мы сказали, что Аль-Джару Валь-Маджруру, то есть Амма, Ань и Ма, состоятся в смысловой связке с глаголом или связанной с глаголом Етасаулюна. Второй вариант это Аль-Джару Валь-Маджруру, лит-Таагына, мута'алликан бимахзуфина, связан по смыслу со скрытым Аймалем, фактором. В этом случае Аль-Джару Валь-Маджруру будет Фимахалин Наспин, на месте падежан Наспин, и будет считаться Натом, то есть определением, описанием для слова Мирсада. То есть Мирсадан Кайнан лит-Таагына, засада, являющаяся или подготовленной для приступившей границы. Здесь мы сказали, что лит-Таагына может быть Натом, определением для слова Мирсадан, потому что Мирсадан это Накира, то есть имя в неопределенном состоянии. А Аль-Джару Валь-Маджруру всегда рассматривается как одно имя, являющееся в неопределенном состоянии. Даже существует известное правило, которое гласит, что Аль-Джару Валь-Маджруру, да и Зарф тоже, после имени в неопределенном состоянии их называют Натом, определением, описанием, а после имени в определенном состоянии называют Халь, то есть обстоятельство образа действия. Значит, получается, что в нашем примере Мирсадан лит-Таагына Нат определение соответствует Ман-Оту, определяемому в его состоянии, то есть в неопределенности в данном случае. Третий вариант, это Аль-Джару Валь-Маджруру лит-Таагын, может быть Халь, обстоятельством образа действия, от слова Ма-Абан, который стоит за словосочетанием лит-Таагына, потому что в основе лит-Таагына мог быть Натом, определением для слова Ма-Абан, то есть Ма-Абан лит-Таагына, местом возврата, являющимся для приступивших к границе. А если точнее, Ма-Абан Ка-Ина лит-Таагына, и как известно, когда Нат, определение, или, скажем, описание перемещает и ставит в начале или перед Ман-Отом, в неопределенном состоянии он уже становится Халь, обстоятельственного образа действия. Значит, лит-Таагына Ма-Абан, то есть будучи, или являясь для приступивших местом возврата. Возможно, и другие варианты, но этого достаточно. На следующем уроке, иншалла, мы начнем с разбора слова Ма-Абан. Алхамду лиллах, раббил аламин.